Слава Иисусу Христу! С нашей Киевской Архипископией, Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя! Сегодня был такой насыщенный общениями день, слава Богу! Тоже и Арсений, да, здесь шалом, слава нашему любимому Господу, Аллилуйя! Да, всем, кто подключается, привет огромный из Киева, слава Богу! Благословений Господних вам! Вот, и сегодня вечером, вот я как раз сделал такой натюрморт, купил здесь, в Киеве, яблок, вот, еще вчера, значит, и вот сегодня так вот выставил их, таким натюрмортом. Да, сегодня день преображения. В церковном православном календаре обозначен сегодняшний праздник и всю эту неделю преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вот так вот. И в воскресенье было предпразднество, будем так говорить, да, он так называется, предпразднество. Это тоже такое торжественное такое, да, деяние, да, действие, предпразднество. И мы как раз в воскресенье проводили собор здесь, в Киеве. В следующее воскресенье, кстати, кто будет в Киеве, то, пожалуйста, приглашаю вас. Я буду снова у нас, в нашей архипископии проповедовать буду. Вот, помолюсь тоже. Вот к 9 утра приезжайте. Станция Метрокловская, улица Леонида Первомайского, 6. То есть, добро пожаловать, слава Богу, буду рад общению, потому что мы на самом деле на служениях, у нас редкое служение бывает без гостей. Вместе мы прославляем Господа, вот, и приходят и баптисты, и писятники, и адвентисты, и католики, лютеране. То есть, очень разные, православные разные, тоже там патриархатов разных. Потому что, действительно, прославляем мы имя Господа Иисуса, и поем Ему, да, хвалим Господа. Вот, и во Христе Иисусе уже нет, действительно, ни баптиста, ни писятника, ни харизмата, ни православного, ни адвентиста, ни католика. Во Христе Иисусе все вот эти наши человеческие разделения, барьеры, традиции, да, религиозные, культурные, они просто, ну, исчезают, как бы. Они остаются, с одной стороны, но, с другой стороны, они уже не являются, знаете ли, такими главными. И один из девизов моего служения, и это девиз, и, получается, и нашей церкви, по крайней мере, когда я пасторствовал, вот, получается, да, начало двухтысячных, здесь, в Киеве, начиная эту церковь, то как раз, вот, да, почти 20 лет назад. Вот, и, знаете ли, вот это стало, ну, и девизом нашей церкви, получается. Слова Блаженного Августина, еще в пятом столетии, который сказал так, что в главном у нас, христиан, должно быть единство. В главном единство, во второстепенном свобода, разнообразие, а во всем любовь. В главном единство, во второстепенном свобода, разнообразие, а во всем любовь. И главный у нас один, как ни крути, это не Папа Римский, при всем уважении к нашим братьям-католикам, это не пастыри каких-то больших, там, церквей-объединений, при всем уважении, там, к братьям-протестантам, это не патриарх вселенский, российский, или какой-то еще из патриархов восточных, при всем уважении ко всем православным. Нет, 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 и миллион раз нет. Нет, главою церкви по праву является лишь один, и начальником, и главным у нас является лишь один, это сам Иисус Христос. Сам Иисус Христос. И, в общем-то, все наши вот эти вот различные, да, пастыри, это одно, да, но есть пастыри-начальник, есть самый главный пастыр всех пастырей, да. Вот, и это, говорю, повторяю, это не Папа Римский, это сам Иисус Христос, сам Господь наш Иисус Христос, Он есть глава церкви, Он есть глава церкви, Он есть лидер, самый главный лидер. И потому церковь-то жива, собственно, церковь потому и выстояла, церковь потому и живет, и побеждает. Почему на этой земле? Потому что главой церкви является сам Иисус Христос, потому что Он является, на самом деле, нашим начальником, и пастырь-начальником, и начальником. Так что начальник жизни даже, начальник всей жизни, это вообще, спасибо тебе, Господь, спасибо. Вот, и многие богословы разных конфессий, разных деноминаций, действительно, и из православных об этом говорил очень четко в наше время Мученик Христов, да, и просветитель, протерей Александр Мень, он говорил, да и Шмеман, Александр Мейндорф, Александр Борисов в Москве тоже, да, Чистяков покойный тоже говорил об этом, вот, отец Георгий, очень хороший священник, вот, и Сергий Булгаков, да, тоже. Многие, в принципе, многие хорошие священники, известные священнослужители православные тоже с этим согласны, или были согласны, или сейчас согласны, что панацеей для церкви является христоцентричность. Я под этим подписываюсь 100%, и тоже, и у себя, здесь, в Киеве, и в наших церквях, нашего, вот, этого братства, реформаторской православной церкви Христа Спасителя, и в гостях, когда бываю я, вот, все, вот, свидетели, кто знает меня, вот, не понаслышке, кто был на моих собраниях, служениях, где проповедовал, то, конечно, я всегда подчеркиваю, что именно христоцентричность, это есть панацея для тела Иисуса Христа, христоцентричность, чтобы мы не зацикливались на второстепенном, тем более, третьестепенном, там, и каким-то еще, там, дальше, там, степенем ниже, вот, во второстепенном свобода, разнообразие, тем более, там, в третьестепенных и ниже вещах. Вот, первостепенные, самое важное для нас, это сам Христос, и слова Иисуса сегодня хочу сказать вам, друзья, напомнить вам, слова Иисуса, которые он сказал Никодиму, записано это в третьей главе Иоанна, слава Богу. Александр тоже здесь, да, Антипов, мы видим эти стены, а Господь видит только Христа в нас. Да, тоже красивое сравнение, тоже я слышал подобные высказывания, да, мне нравится, спасибо. Вот, и мне нравятся слова еще, значит, из православных авторов это говорил Платон, митрополит Платон, это еще начало 19 века, он как раз говорил, что наши земные стены, эти барьеры, границы, они до неба не доходят. Вот, на самом деле, никто не может, там, приватизировать царство Божье, никто не может монополизировать истину, схватить Бога за бороду, так грубо говоря, или же, там, заявить, что Дух Святой, это, как бы, вот, знаете ли, вот, как джин такой, попавший в кувшин нашей конфессии, динаминации, знаете ли, который стал нашим рабом, как бы, нет, нет, нет. Дух дышит, где хочет, вот, и интересно, что его не заманят ни золотые купола, его не заманят ни обряды, красивые традиции, ни всякие, там, наши человеческие измышления, даже самые витьеватые, его не заманят, не знаю, ничто, его манят только лишь любовь, он есть Дух любви, на самом деле, потому что Бог есть любовь. Вот, и лишь это привлекает, лишь сердце человеческое, да, открытое для этой великой любви и слава Богу. Спасибо, Господи, за все. В сердце только ты один живешь, мой родной, самый драгоценный, знаю, скоро ты за мной придешь, придешь, Господин и царь над всей вселенной, господин и царь над всей вселенной. В сердце только ты один живешь, в сердце только ты один живешь, мой родной, самый драгоценный, знаю, знаю, скоро ты за мной придешь, придешь, господин и царь над всей вселенной. Господин и царь над всей вселенной. Только, только ты один для меня, и не другого. Только, только ты один для меня, и не другого. Только, только ты один для меня, и не другого. Господин и царь над всей вселенной. Господин и царь над всей вселенной. Только, только ты один для меня, и не другого. Только, только ты один, и я тебе, Господь, принадлежу. Аллилуйя, 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 слава тебе, Господь, слава тебе. Вот в этот вечерний час прими сегодня хвалу, славу, это словословие, песнопение, как фимиам к престолу, из наших сердец, возносящийся земли к небесам, слава тебе, Господь, слава тебе, Господь, слава тебе, наш царь, великий государь, брат и друг, искупитель, целитель и освободитель. Имя Иисуса Христа прославляем, братья и сестры. И сам Господь сказал, как Моисей, вот эти слова хочу сейчас как раз вам напомнить, записано в Евангелии от Иоанна, в третьей главе, третий раздел, да. Он говорит, как Моисей вознес змею в пустыне, так должен быть вознесен и Сыну Человеческому, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, ибо так возлюбил Бог мир. И действительно, христоцентричность, это когда мы взираем на Христа, когда Он центром становится нашей жизни, когда Он, Он и только Он. И действительно, где бы ни был бы я, в каких бы сообществах людей не оказывался, я везде рассказываю людям об Иисусе, о Господе моем, да, слава Богу. И вот, кстати, сегодня тоже вот, когда еще на встречу с Андреем шел я, с братом нашим, кстати, да, приехал брат Андрей из Минска, с Белоруссии, слава Богу, очень хорошее было сегодня общение, замечательное, да. Мы даже записали там, там, здесь в парке Киото какие-то видео, и я думаю, что все это выставлю, ну, уже завтра, наверное, выставлю, или сегодня ночью, может, поставлю на загрузку, вот, чтобы уже к утру уже были эти видео опубликованы. Здесь, на канале Ютуба, да, интересный, хороший брат такой, да, собеседник, много очень знает, и, в общем-то, очень хорошее у него свидетельство. В прошлый раз мы записывали кратко вот его свидетельство, вот, может быть, завтра или послезавтра, ну, посмотрим, запишем и такое, ну, более подробное, полное такое свидетельство его, может, даже здесь прямо вот, почему бы нет, сядем здесь, как Алексей Иванович говорит, ведерко чая, и можем здесь как раз и за чаем, за разговором как раз вот, и вот это свидетельство записать как раз. Очень интересно, и вот пока шел на встречу с ним как раз здесь раз, мужчина как раз, мы вместе спускались там на этом, на лифте, вот, и как раз рассказывая ему об Иисусе, о преображении, он, да, ну, как бы, был очень удивлен, значит, рядом живет человек, вот, я в гостях, да, значит, но он не знает об Иисусе, и Библию не читал, да, хотя живет в Киеве, здесь, казалось бы, здесь везде, на каждом перекрестке проповедуют, и свидетели Иеговы здесь, значит, и баптисты, и адвентисты, и католики, и православные, значит, здесь 50-ники, харизматы, кого-то только нету, вот, к любой станции метро подойдешь, там, 100% кто-то стоит, там, с трактатами, там, проповедуют, здорово, слава Богу, вот, но, но, однако же, несмотря на такую, насыщенную такую, да, вот, казалось бы, христианскую жизнь, среди нас достаточно много еще, оказывается, людей, да, которые не знают об Иисусе, конкретно четко ничего такого внятного не могут даже сказать, и вообще, ну, Библию не читали даже, представляете, значит, то есть, это, ну, так вот, это многом говорит, что еще не почта и край работа, на самом деле, для верующих, всех конфессий, всех деноминаций, слава Богу, за свидетелей Иегова, они здесь, вообще, самые активные, наверное, из всех, вот, какие я встречал здесь, самые активные, вот, что касательно проповеди Слова Божьего, это не отнятие, это, знаете ли, слава Богу, за всех, кто, пусть даже, со своими странными пониманиями там, но, самое главное, чтобы Иисус, как Христос, как Спаситель, как Господь, действительно, Он приходил в сердца людские, где-то быстрее, где-то медленнее, где-то, знаете ли, по чайной ложке, где-то прям потоком огромным, вот, значит, но, самое главное, чтобы Слово Божье распространялось, кто-то искренне это делает, кто-то лицемерно, там, значит, ну, Бог знает наши сердца, Апостол Павел сказал, что даже если притворно кто-то проповедует, я говорю, это Мурат, потому что Бог все обращает во благо, это как, кто смотрел из вас, фильм, старый уже фильм, американский, Сила веры, кинокомедия, вот, те понимают, о чем говорю, вот, там притворных, таких проповедников просмеивают, с одной стороны, в этом фильме, такая комедия такая, но, с другой стороны, там как раз и показана Сила веры, То есть, вот, настоящая, показывается, с одной стороны, религия, высмеивается, так, американская такая, харизматическая религия, а, с другой стороны, возносится вера, живая вера в живого Бога, потрясающая комедия, вот, по глубине своей, я всем проповедникам, всем священнослужителям рекомендую настоятельно ее смотреть, да и, ну, хотя бы раз в год хотя бы смотреть, чтобы, ну, мотать на ус и понимать, что почем. Лучше многих проповедей, тысяч проповедников, это простая кинокомедия, светский фильм, вот, и, ну, вот так вот, дамы и господа, и взираем на Христа, взираем на Господа Иисуса, и сегодня, в наше время, мы тот же самый символ веры исповедуем, что и два тысячелетия назад наши братья исповедовали, мы говорим, что слава Иисусу Христу, мы говорим, что ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, человеком, который надлежал бы нам спастись. Вот этот апостольский, общихристианский символ веры. Слава Богу! И действительно, это апостольский символ веры, он записан в деяниях апостолов, с этим исповеданием, с этим символом, да, веры нашей христианской. И два тысячелетия церковь уже живет и побеждает, распространяется по всему лицу земли. Слава Богу! И огромные церкви, и маленькие, и христицентричные, и так вот, сектанские, и околосектанские, разное-разное течение. В таком многоветвистом древе христианства ветвей множество. Вот, есть такие ветви, что от Орвида выброс, к сожалению, тоже да. Есть такие ветви, что, ну, Господь терпит всех, даже сорняки, он говорит, не надо пропалывать, не надо. Пусть оно все, на огороде царства Божьего все растет. Вот, все растет, потому что Бог все, любящим Господа и призванным по его изволению, все превращает каким-то образом, содействует ко благу. Удивительно, слава Богу! Так что вот так вот, друзья, братья и сестры, слава Господу! Вот, и, а, вопрос-то был тоже как раз и у людей сегодня, вот тоже и у того человека. Яблочный спас, почему яблочный спас-то? Вот, опять-таки, один из примеров, как вот от Христа взгляд просто у людей отвлечен на не просто даже второстепенные вещи, а третьестепенные там какие-то вещи. И все, вот, знаете ли, измени пропорции, вот, будем так говорить, в христианстве, да, вот, убавь Христа, прибавь, значит, суеверий и все, и уже отрава какая-то получается. Вот, ну, оно везде так, неважно, в протестантизме это, значит, там, значит, или около протестантизме, в православии, в католицизме, неважно, в каком течении, оно везде так, это такая ерунда. Но получается у человеков. Но по поводу яблок, вообще в Греции, откуда мы приняли православие-то с Греции тысячу лет назад, тысяча тридцать один год тому назад, то, значит, называется виноградным спасом. Ну, виноградным, то есть, ну, сбор винограда происходит. У нас здесь яблоки поспевают, да, как раз, значит, к этому времени. То есть, это праздник плодов земных, мы приносим Господу, да, значит, и при лицом его. Благодарим Бога за урожаи, за вот эти начатки, да, за первые плоды. И вот, 14-го, допустим, числа, значит, медовый спас, так называемый. А почему? Потому что начинается качаться как раз мед. И первые партии вот этого меда, уже нового, да, сбора, значит, вот, приносились с поколом веков так вот к храму. Священники молились, и люди, вот, те, кто занимаются медом, раздавали это бедным, сиротам, там, вдовам, значит. Значит, а вот к преображению Господнем, как раз люди так подмечали, что яблоки как раз уже так нормально. Вот, собирали первые корзины, приносили храмы тоже, освящали, молились, благодарили Бога за все, и раздавали тоже сиротам, вдовам. Потом и ореховый спас есть еще там, значит, и другие спасы. Вот, это называется, спасивка, да, это называется как раз вот именно в народе такое самоназвание. По церковному это же, как раз называется, то, значит, праздник был спасение, там, спас Маковей, да, называлось. Вот, значит, это яблочный спас, это уже преображение Господне. Вот, но самое главное, братья и сестры, вот, для всех, если яблоки, какие-то плоды земные, да, мы пред Богом приносим, значит, да, сбора урожая, начало сбора, то это действительно пред Богом, и действительно к Богу славу воздаем. И от яблок надо, внимание, все-таки взор на виновника торжества, на начальника жизни. Сама жизнь прекрасна, яблоки прекрасны, они даже, кстати, пахнут очень вкусно. Вот, значит, не знаю, что за сорт, правда, я не уточнял там, значит, там, купил таких кислых и сладких яблок, сказал мне и того, и того, разно. Вот, значит, и, значит, ну, запах очень вкусный такой, приятный такой запах. Вот, и, ну, опять-таки, запах, да, вид, вкус, все прекрасно, но по совести-то мы взор свой и в праздники, и в будни мы обращаем к начальнику жизни, к Иисусу Христу, начальнику жизни, тому, кто дал все это. Слава Богу! Кем вообще все сотворено и ради кого все сотворено? Спасибо тебе, Господь! Спасибо, 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 Господь! Так что сегодня причащайтесь яблочками, вот, да, угощайтесь. А так, значит, я совершаю хлебопреломление, вот, и утром, и вечером обычно совершаю хлебопреломление. У меня здесь и лепешка есть, вот, я покупаю здесь вот у ребят, братьев-мусульман здесь такое производство. Они вот выпекают такие вкусные лепешки. Тоже очень вкусно пахнет. Хлеб вообще, я, запах хлеба, не знаю, ну, яблок тоже прекрасный запах, конечно, да, но запах хлеба, это вот ни с чем не сравнимо вообще. Один из самых, кстати, вкусных, наверное, запах вообще во вселенной и для многих людей это вкусный запах. Мой, ну, самый любимый такой запах, запах хлеба вообще. Слава тебе, Господь, спасибо, спасибо, спасибо. И совершая хлебопреломление, я благодарю Бога за все, рассуждаю о теле и крови Христа, размышляем. Кстати, завтра снова будем общаться с братом Андреем, мы даже в парке здесь вот тоже совершим причастие с ним. Кстати, завтра с 6 утра, ну, вообще все эти дни, пока я здесь в Киеве, с 6 утра, ну, с 6 до 7 утренняя молитва, такая час молитвы у нас. И с 6 утра я делаю прямое включение, ну, где-то полчаса или бывает 40 минут, бывает и целый час, бывает, прям до 7 прям сижу, значит, в эфире, в прямом эфире. Вот, и совершаю хлебопреломление. А с 7 до 8, вот здесь вот прям по парку, поэтому будем прогуливаться, мы с братом Андреем, вот, подо мной, прям вот здесь, прям под окнами, парк Киото. Это улица Киото, парк Киото, это парк, посвященный культурной, ну, древней столице Японии, городу Киото. И потому что Киев и Киото, вот эти две столицы, да, великих, древних, они связаны такими узами родства, вот, духовными узами такими. Вот, мы молимся за Киото, молимся за Японию, о духовном пробуждении японского народа, страны восходящего солнца. Вот, и знаете ли, они города-побратимы, братья, братья, Киев, Киото, братья. Очень интересно. Вот, и весной здесь я был впервые свидетелем, вот, цветения сакуры, это потрясающая картина. Я много фотографий сделал, слава богу, взял с собой, как раз, хороший фотоаппарат, значит, и много-много сделал снимков здесь, потрясающие получились снимки такие. Вот, порой смотрю и удивляюсь сам даже, вот, красотища невероятная, вот, созерцание вот этой сакуры цветения, я почему, я стал понимать, почему японцы в таком восторге. Ну, действительно, это, цветение вообще прекрасно, но вот, цветение сакуры, в нем какой-то мистицизм даже есть, не знаю, это потрясающая картина просто-напросто, рекомендую всем для созерцания весной уже. Вот, и здесь вот с 7 до 8 мы будем прогуливаться от станции метро Лесова до станции метро Черниевска, значит, и весь парк тянется, собственно, от станции до станции, и мы будем, так, туда-сюда прогуливаться, молиться, размышлять над Словом Божьим, значит, и совершим, скорее всего, где вот пагода стоит, здесь японская пагода привезена была, да, поставлена, вот, и прямо вот где-то возле пагоды мы как раз и совершим хлебопреломление. Причастие, где-то ближе к 8, наверное, уже как раз. Поэтому приезжайте, и кто в Киеве, приезжайте, пожалуйста, хорошо? Вот, если время есть, возможность есть у вас с 7 до 8, свободное время. Вот, ну, вот так вот. Если что, мы и вдвоем прогуляемся, но хотелось бы еще, чтобы кто-то присоединился. Ну, обычно, кстати, кто-то из верующих присоединяется, здесь в парке, смотрю, тоже утром выходят помолиться, ну, пораньше чуть, правда, вот, и писятники, и баптист, брат одного встречал я, здесь еще весной-то тоже общались. Здесь мы молились вместе, здесь харизматы ходят, здесь молятся. Так что здесь очень много верующих. Адвентиста брат одного встречал, тоже здесь пожилого такого брата. Он даже один из там проповедующих, как бы там, в этом братстве. Интересно вообще, в служении было тоже. Помолились вместе прямо в парке так вот. Слава Богу. Так что, слава Господу за все. Слава Богу. И рассуждение о теле и крови Христа, самое для меня важное в этом, это углубление, вот, это откровение нашего спасения. Потому что жизнь вечная, это дар Божий. Действительно, Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Это великая тайна. Христос поселяется в человеческом сердце, как в своем храме. И человек превращается в храм Божий. Храм Божий. Действительно, как живой камень. Ведь написано в Библии, да, что из живых камней, да, из нас созидается этот третий храм Божий. Великий храм. Слава Господу. Вот, благоставляю всех вас тоже в этом размышлении. Братья и сестры, пребываем. Совершим причастие сегодня вечером тоже, размышляя о теле и крови Христа. Вот, и, кстати, сегодня с братом Андреем мы общались из Минского, да, и очень у него, кстати, не все я записывал, надо было, ну, батарейка, правда, быстро собраться здесь на камере. Вот, а так, значит, что успел, что я смог, я записывал. Очень интересное у него следительство. Он был, значит, в Индии несколько раз, и, в общем-то, много где побывал. Он был вовлечен в такие восточные эти культы в свое время. Слава Богу, потом вот покаялся, стал христианином уже сознательно, осмысленно. Вот, и слава Господу за его труд, такой как евангелизон, такой евангельский труд, такой уже, вот, как миссионер, да, как проповедник. Слава Богу. Вот, и есть что ему рассказать. И вот он рассказывал, как-то, допустим, в Стамбуле, да, вот, он был на служениях Нео-Катухмината. Нео-Катухмината – это католическое такое движение, пробуждение. И там были братья, говорят, они тоже брали турецкую большую лепешку такую, значит, там, кубок вина поставили, они, значит, там, значит, и вместе славили Бога под гитару, значит, там, значит, собрались эти священнослужители, значит, там, прихожане, и вместе ломали эту лепешку, ели, пили из этого кубка вино, там, значит, там, и славили Господа. Вот, и это такое было торжество веры, вот, я, говорит, удивлен был, что, да, католики, да, священники, но они совсем в другом формате вообще служат, вот именно, ну, скажем, прославлять Бога в таких песнях, вот, значит, живых таких песнях под гитару, слава Господу. Вот, значит, и проповедуют Слово Божье, там, турецкие братья, которые, ну, тоже славили Бога, да, на своем, там, турецком языке, слава Господу. Вот, и я, он мне это рассказывал, а я вспомнил, и ему тоже напомнил, значит, про наших, нечто подобное тоже же обновленцы проводили в 20-е годы, правда. Это было, значит, это было в Москве, в Зайконоспасском монастыре, кстати, он снова теперь действующий, возрождается монастырь, там, значит, и храм возрождается, вот, значит, бывал там несколько лет назад я как раз. Но Зайконоспасский монастырь, это прямо вот в центре города Москвы, это вот где Гум, Цум, там, Красная площадь рядом, там, идешь, попадаешь во дворик, и вот в этот монастырь Зайконоспасский. Вот, значит, и интересно, что в 20-е годы в этом храме Зайконоспасского монастыря, в соборе, там, знаете ли, проходило православное служение такое реформаторского такого направления, обновленческого такого, и все это проводилось под руководством, как бы, да, архиепископа Антонина Грановского. Антонин Грановский, это с Украины, с Полтавщины, священнослужитель, который еще до революции стал епископом, он учился в Полтаве у себя, значит, в семинаре, потом в Петербурге, в Академии, потом там же он и священствовал, потом стал там же и, значит, епископом в Петербурге, по-моему, нарвским он был епископом, викарием Санкт-Петербургской епархии. Потом, после революции, стал одним из выдающихся, как раз, идеологов и лидеров обновленческого движения, такого реформаторского православного движения. И вот там, в Москве, уже в 20-е годы, да, он проводил такие служения. Даже в советской прессе тогдашних лет 20-х годов об этом писали с таким недоумением. Вот, я представляю себе шок православных москвичей, которые приходили, и гостей столицы, которые приходили, и были многие в ужасе, а многие в восторге были. Там же и евангельские верующие приходили, он дружил там с Прохановым, там с братьями всех, этого, так называемого, союза всех, Всероссийский союз евангельских христиан, так назывался он тогда. Эти братья у него там, в этом храме проповедовали, благовествовали, удивительные вещи совершали. И то же самое, вот как вот Неоку Тахминат, значит, брат Андрей рассказал, как раз совершает в Стамбуле вот такие удивительные служения. Вот, нечто подобное было и в 20-е годы в Заиконоспасском монастыре. То есть, престол, иконостас этого монастыря, этого собора был демонтирован по благоставению архиепископа. Да, все эти несметные сокровища, там, камни драгоценные, золото, серебро, все это отдалось на закупку, там, хлеба, продовольствия для голодающих людей. То есть, Антонин Горновский молодец. Он все богатство церковное, все убрал, значит, там, и все это на кормление голодных отправил. Вообще, молодец. Даже в советском Мосфильмфонд сохранилось одно из видео тогдашних, еще немых этих фильмов, снятых даже с благодарностью, там, отнеслось к нему правительству. Тогдашние, значит, с удивлением, конечно, отметили, что вот человек сам пошел, там, ничего там у него не раскулачивали, не забирали, он сам пошел, значит, и был инициатором этого кормления голодных, там, и прочее. Вот, огромнейшие суммы, там, просто были, значит, получены и направлены на вот голодание, на кормление. Хотя, как мы теперь знаем, что большевики обманывали население, и реально до голодающих деньги почти не доходили, фактически. Но это уже другая уже история. Ну, вот, и там я нашел как раз тоже видео, где Грановского показывают так удивительно, но, к сожалению, не нашел никаких там даже ссылочек. Может быть, где-то есть где-то в архивах, там, не знаю, КГБ, наверное, где-то есть, наверное, все-таки съемки, какие-то вот служения именно Антонина Грановского в этом храме, но пока не нашел. Нашел только там видео, где показывают его передачу, значит, вот этих сокровищ, значит, этих драгоценностей, значит, советским экспертам этим, вот, оценщикам. Но, знаете, друзья, так вот, и я брату Андрею рассказал, что, да, Антонин Грановский и братья, все священнослужители там, значит, они, демонтировав иконостас, Антонин Грановский назвал его ненужной перегородкой, престол поставили посреди храма, и народ православный, заходя в храм, попадал сразу в алтарь. Я представляю, как страсть какой был, да, значит, взрыв мозга, как сейчас говорят люди, да, вот, значит, и люди подходили все, значит, все-все-все, крестьяне простые, рабочие, священники, все-все-все подходили к престолу, брали хлеб, ломали, ели, пели, значит, там, значит, пили, благодарили Бога, совершали литургии в простоте сердца. На русском языке, не на старославянском, не на церковнославянском, но Грановский от этого отказался, слава Богу, как и многие другие обновленцы, а вот в простоте сердца совершали хлебопреломление. Такой был, и у нас тоже нечто подобное было, литургический такой эксперимент был, слава Господу. Игрались даже музыкальные инструменты какие-то, физгармония, там, скрипка, что-то еще использовалось порой в литургии. Удивительно. Так что, друзья, вот сегодня нам пора продолжать эту традицию и развивать ее, тем более, что у братьев, у католиков уже есть в этом плане богатый опыт. На его катахуменат, я думаю, что нечто подобное надо и нам здесь развивать, слава Богу. Да, друзья, пусть Бог благоставит всех вас, возлюбленные. Я думаю, что и в воскресенье как раз, в это воскресенье мы как раз об этом тоже будем говорить, о служении и вот нечто подобное тоже проведем. Может даже прям вот с лепешкой хлеба прям как раз тоже. Слава Богу. Спасибо тебе, Господь. В причастии самое важное, это не качество хлеба или вина, а качество нашего рассуждения о теле и крови Господа Иисуса Христа. Наше рассуждение о теле и крови, тело и кровь. Я думаю, что сегодня слова те, за которые Иисуса, ну просто многие даже возненавидели, хотели убить, но сегодня эти слова говорят миллионы, или даже если не говорят, то живут ими, по крайней мере, это еще больше даже, живут этими словами миллионы и миллионы верующих по всему лицу земли. Я и Отец одно. Я и Отец одно. Для меня причастие именно в этом заключается в коротком слове. Я и Отец одно. Мы одно целое. Мы одна. Одно. Одна семья. Мы одно. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Спасибо. Как вот слова напоминаю, да, из книги Песни-песней. Шестая глава, третьим стихом там написано. Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой мне. Аминь. Да, слава Богу. Друзья, братья, сестры, Господь да благословит нас сейчас в этом причастии. Возьмите тоже себе хлебушка. И я бывает... Кстати, мы с ним гуляли здесь. Инна, если ты еще здесь, еще, да. Ну, короче, мы прогуливались по... Сегодня по этой улице вот этой Киото. А потом дальше до Дарницы, значит, дошли по Малышка. По Малышку. Улица Малышка. Вот Киото идет, а потом дальше Малышка улица. До самого там Детского мира и Макдональдса. Макдональдс потом посидели мы еще. Там тоже записали видео. Вот, значит, и на Малышка мы проходили как раз мимо вот того дома, где когда-то жили. Да, здесь, получается, ну, давно. Это уже 98-й был год или когда там... Да, 98-й год. Мы еще только приехали еще в Украину. Я в 97-м, потом уже семью привез. Вот, и да, мы здесь жили на Малышка. Вот, и как раз Андрей вспомнил, он слышал тоже мое это свидетельство, когда, значит, вот Настя, Коля, Серафим. У нас было тогда трое детей. Четвертый наш ребенок, Татьяна, родилась как раз мы, когда там жили, на Малышка. Малосемейка, там маленькая комнатка такая, только где можно спать. Кухонка. Вообще там на одного человека вдвоем уже тесно там. Вот, сидячая ванна такая, значит, и, в общем, коридора нету фактически. Ну, там как бы так, да, коридор и много таких маленьких квартир, таких. Мини-квартир совсем. Вот, и вот в такой, в тесноте такой жили мы. Но интересно вспомнить, когда дети там, значит, играли. Мы на кухне были с женой как раз. Вот, и купили здесь вот на рынке тогда это молоко, пряники купили. И дети таскали туда молоко, пряники. Одним словом, они в причастие играли и вот причащались, да, с куклами, с медведями всеми там, значит, причащались. Вот, и, знаете, я принял участие вот в их игре, казалось бы, я несерьезно относился к этому, но, ну, просто детская игра. В кукольном собрании я был первый раз вообще в жизни. Вот, знаете ли, да, но я пережил Бога в этом причастии. Ну, сейчас, как говорят, взрыв мозга. Действительно, я не мог понять, что происходит. С одной стороны, это игра понарошку, но с другой стороны, это по правдушному. С одной стороны, это не хлеб, вино, и это, до того я мог бы спорить, там, нужны опресники или квасный хлеб, значит. Я тогда еще по молодости мог там спорить об этих вещах. Вино должно быть красное или белое, или допустим ли виноградный сок, я считал, как бы, ну, может быть и допустим, но в особых лишь случаях там и прочее. Вот, но, знаете ли, вот, то служение в кукольном собрании меня во многом освободило от всех этих, там, споров, там, значит, и разных, там, знаете, таких вот мыслей. Потому что там было молоко и пряники, но в этом был Христос, тело и кровь Его. Вот, и я это пережил очень сильно, это потрясение, и, знаете ли, потом я много это вспоминал, размышлял, вот, и вспомнил там, как-то помню рассказ, деревенская дурочка, вот, рассказ еще в 91-м году еще, став священником, там, в Рязани служа, я, значит, как раз этот рассказ читал, не помню, где даже там, в церковном вестнике, по-моему, московского патриархата издания, да, рассказ, деревенская дурочка, там, значит, про одну женщину, ну, девушка, которая по уму еще была совсем маленькой девочкой, значит, да, и 20-е годы, там, комсомолия, пионерия, безбожия, все это, да, богохульство и прочее, все это процветало уже, но она вот была в этом собрании таких вот посиделки, такие комсомольско-молодежные, безбожные, такие, вот, значит, знаете ли, посиделки эти, и она, она была из религиозной семьи такой, мама, папа, у нее там были такие люди религиозные, и ее водили в храм там всегда, и молодежь решила посмеяться над этой дурочкой, вот, значит, и ты же, говорит, в храм ходишь, там, причащаешься, она, да, причащаюсь, вот, и они решили подыграть, ну, молодежь, все знали, в принципе, как там служба совершается, все же выросли в храме, вот, и они там решили подыграть, вот, значит, один там, как бы, что-то на себя напялил, там, вроде батюшку изображал, другой там, дьякон изображал, вот, значит, и они там самогонки взяли, значит, хлебушек там какой-то ржаной, там, и, короче, вот, сейчас я будем причащать тебя, Вот, а там, значит, дурочка там и рада, радехонька, значит, она ручки сложила, вот, подходит вроде как к причастию, вот, и они, молодежь там еле себя сдерживает, там смеются над ней уже, значит, а она, вот, ну, святая простота, вот, ну, что взять, дурочка, значит, она идет, значит, и вот вроде как к причастию идет. Вот, и дальше там в рассказе интересно, что и в этот момент вдруг, ну, одним словом, пели ангелы, молодежь-то, короче, покаялась, все, распалась, так, комсомольская, пионерская, безбожная эта организация, короче, значит, там, и, вот, да, вот тебе и дурочка. Вот, и, знаете, то есть вся комсомоль ее смыла моментально. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо. И причастие – это не качество хлеба даже, да, или вина, а качество нашего рассуждения. И рассуждение качественное именно в том, что, действительно, Иисус Христос, мой Господь, не просто Он Господь над всеми, это правда, но это не вся правда, это полуправда, вся правда в том, что Он мой личный Господь, Он спаситель всех, да, а наипаче верных, а еще более наипаче, мой личный спаситель, да, я не отрицаю, Он всех спас, да, Он всех спаситель, да, Он всех верных, тем более спаситель, но, при всем уважении ко всем, ко всему люду, роду людскому, извиняюсь, значит, Он мой личный спаситель, Он мой личный спаситель. Спасибо тебе, Господь. И кровь Иисуса Христа была пролита за всех, да, я не спорю, действительно, за всех, за весь этот мир, ибо так возлюбил Бог мир, вот, вот, но я знаю, что Бог возлюбил меня лично, и ради меня отдал свою жизнь, кровушку свою пролил, жизнь свою положил за меня лично, и воскрес, да, ради оправдания всех, это правда, но это не вся правда, вся правда в том, что Он воскрес ради моего, лично моего оправдания. И я оправдан навеки Иисусом Христом, кровью святой Его, святым Его воскресением и на небеса вознесением, одесную Отца сидением, Его молитвою 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, я знаю, что за меня великий молитвенник, ходатай, сам Иисус Христос праведник, ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо, драгоценный, спасибо, 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 спасибо. За Голгофу, за кровь, я тебя благодарю, за воскресенье твое, за победу твою, за жизнь вечную, бесконечную. Жизнь счастливую, пресчастливую. Благодарю тебя, Отец мой, Бог мой, Иегова, Творец неба и земли всего видимого и невидимого, Бог Авраама, Исаака, Израиля, аллилуйя. Благодарю тебя, Иисус Христос, Спаситель мой, Господь мой, Царь мой, Брат мой, Друг мой, Искупитель и Освободитель мой. Благодарю, О Дух Святой, Ты всегда со мной, Утешитель мой, Ты мой герой. За все я благодарю, Я тебя, мой Бог, люблю. Я тебя, Господь, люблю и за все благодарю. Слава тебе, Господь, слава тебе, Царь всей вселенной, аминь. Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите, аллилуйя. Аминь, аминь, аминь. Слава тебе, Господь, спасибо тебе, Господь, спасибо, 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 святой, спасибо, спасибо. Благоставляю всех вас, братья и сестры, путь Господь благоставит вдохновение всем вам, да. Бывает, что Бог и во сне учит нас, да, наставляет нас, назидает нас. Путь Господь благоставит вас всех. Вот завтра утром в 6 утра по киевскому времени подключайтесь к прямому эфиру, тоже продолжим вот это рассуждение о теле крови Христа, вот с 6 до 7 это время как раз вот этой молитвы утренней, вот кто в Киеве, то добро пожаловать с 7 до 8, вот можем вместе пройти прогулку сделать такую молитвенную здесь вот в парке Киото. Пусть Господь благостает всех вас, дорогие друзья, благоставляю всех вас, благоставляю свою семью, благоставляю супругу свою Инну Сергеевну, благоставляю детишек наших, благоставляю внуков наших, благоставляю всех наших, да, и благоставляю всех вас, ваши дома, родных, ближних, во имя Господа Иисуса Христа, благоставляю Израиль, благоставляю Иерусалим, слава Господу, во имя Господа Иисуса, Аллилуйя. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Киева, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлёв, реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Мир всем вам и благодать. Да и по скриптам напоминаю, что вот в предстоящее воскресенье 25 августа я буду здесь в Киеве в нашей церкви. Добро пожаловать на служение с 9 утра. А уже в понедельник следующий, даст Бог, буду во Львове. Все, мир вам и благодать. Аллилуйя. Аллилуйя.